Какие изменения ждут королевскую семью Британии в 2019 году? Королевские обозреватели полагают, что в семье Виндзор сейчас происходит настолько серьезное перераспределение ролей, что впору назвать его историческим. 2018 год был весьма знаменателен для королевской семьи Британии, две свадьбы, принц Гарри и Меган Маркл, принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк, и рождение двух наследников, принц Луи Кембриджский, пятый в очереди на престол. Лина Элизабет Тиндол, 19. В этом году одним из важных событий обещает стат рождения первенца принца Гарри и герцогини Меган. На притяжении многих веков британской монархии удавалось выступать воплощением стабильности, неизменности, но в то же время оставаться достаточно серьезным игроком как в локальной политике, так и на международной арене. В апреле этого года Елизавета II, которая более полувека исполняет роль суверена, отпразднует 93-летняя. За время своего правления она приняла в гостиных Букингемского дворца 13 премьер-министров Великобритании и 11 президентов США. Но что самое важное, она сумела сохранить верность традициям в стремительно меняющемся мире. В 2019 году семью Виндзор ждут серьезные внутренние изменения, по прогнозам обозревателей, Букингемский дворец, Кларенс Хаус и Кенсингтонский дворец станут выступать с новых позиций. Как отмечают колумнисты, королевская семья уже довольно ясно намекнула на предстоящие перемены официальными снимками в честь 70-летия принца Уэльского, на которых его высочайство Чарльз в компании со своей супругой, сыновьями, невестками и внуками представлен в качестве главы фирмы. Читайте также, что рассказал о кембриджских, соседских и уэльских их семейный портрет. Итак, какие ожидаются изменения, королева Елизавета II постепенно сужает круг своих обязанностей. В 2016 году принц Филипп официально вышел на пенсию, что весьма благоразумно для его высочества. В 2018 герцог Эдинбургский отметил 97-летие. Сама королева вряд ли последует примеру супруга, и, как называют на языке монархов уход на пенсию, отречется от престола. Однако Ее Величество также не планирует исполнять все обязанности суверенно лично. В течение последних лет Ее поездки за рубеж и по королевству были сведены к минимуму, и теперь в королевские туры обычно отправляются принц Чарльз, чето кембриджских или соседских. Королева также постепенно передает наследникам свои обязанности патроны различных организаций. Принц Суэльский станет еще активнее. К обязанностям монарха принца Чарльза готовили почти всю его жизнь. Теперь его высочайство исполняет роль главы Содружества и, как предполагается, будет открывать встречу глав стран Содружества в Руанде в 2020 году. Как пишет королевский репортер Роберт Джонсон в своей книге «Чарльз в 70-ти мысли, надежды и мечты», «Чарльз от 70», «Таукц», «Описань Дремс», королева включила старшего сына в число присутствующих на государственных встречах, а также в список рассылки почты Ее Величества. Как полагают многие, доступ к важнейшим документам и переговорам. Первый признак того, что Чарльз постепенно перейдет на позицию квази-принца-регента в течение следующих нескольких лет. Герцогиня Корнольская готовится к своей самой серьезной роли. Камила активно поддерживает мужа, а также ведет самостоятельную работу. Она выступает в качестве патрона более 90 благотворительных организаций. А в октябре 2018 герцогиня стала первым вице-патроном так называемого Королевского общества Содружества. После этого важного назначения Камила с мужем отправилась в 9-дневный тур по странам Африки. Теперь герцогиня в центре практически всех королевских мероприятий. Она выступает с публичными речами гораздо чаще, чем когда-либо прежде. И хотя до сих пор не решено, станет ли Камила королевой концертом, когда Чарльзу наследует престол, она уже активно готовится к роли супруги его величества, принц Уильям берет на себя больше ответственности. Отныне его высочайство полностью занято исполнением своего королевского долга. К тому же принц четко дал понять, что он придерживается собственного подхода к семейному делу, максимально оградив своих детей от представителей СМИ, ведь в свое время нездоровый интерес журналистов серьезно испортил детство самого Уильяма. Наряду с принцем Чарльзом и принцессой Янной Уильям все чаще принимают участие в различных церемониях вручения наград и титулов, так называемых инвеститур, и ведет кампании против кибербуллинга и незаконной торговли дикими животными. Надо заметить, что герцогиня Кембриджска не отстает от мужа, она нередко выступает с собственными инициативами в таких областях, как обеспечение психического здоровья детей и поддержка матерей и новорожденных. Присоединившийся к семье Виндзор в 2018 году супруга принца Гарри тоже ведет весьма активную общественную деятельность. По предположению королевских обозревателей, в 2019 году сыновья принца Чарльза могут окончательно разделить сферы влияния. Но это вовсе не тот пресловутый разрыв, который будоражит СМИ, а естественная эволюция. Я думаю, у этих двоих есть свой собственный стиль, минус говорит сэр Китмиллс, председатель комитета соревнований игры непокоренных, Инвич Тузгамес. У них просто разные взгляды на вещи и манера ведения дел. Революция сосекских. В ближайшем будущем герцог и герцогиня сосекские переедут из Кенсингтонского дворца во Фрагморский котет и станут родителями. Представители их высочайств не намекают на то, что Гарри намерен создать собственный королевский двор отдельно от старшего брата. Но, судя по действиям принца и его супруги, они намерены активно трудиться в собственном направлении. В частности, Гарри, скорее всего, сосредоточится на играх непокоренных, а Меган продолжит работу по поддержке расширения прав и возможностей женщин. С прошлого года пара также выступает официальными амбассадорами Содружества и, по всей видимости, будет принимать самое активное участие в различных мероприятиях по поддержке молодежи по всему миру. Пока Меган только начинает выстраивать свою роль, но работает весьма успешно, и вряд ли рождение малыша надолго отвлечет ее от общественной деятельности. Она полна энтузиазма и амбиции и будет использовать свое положение для решения проблем, которые ее действительно волнуют. Минус говорит исполнительный директор Инвич Тузгамес Фаундетион Доминик Рейд. Обозреватели обращают внимание на одну важную деталь – получит ли первенец сосекских титул принца или принцессы от королевы. По некоторым данным, принц Гарри предпочел бы последовать примеру принцессы Анны, которая отказалась от титулов для дочери Зары и сына Питера. Какой в итоге выбор сделают Гарри и Меган в этом вопросе станет основным показателем направления. В котором будет двигаться королевская семья в ближайшие десятилетия, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии под видео. У нас на канале, вы найдете много интересных видео. Впереди, еще много интересного.